здравствуйте меня зовут Оля Захарова и сегодня мы поговорим с вами о том как строить эффективный интернет бизнес по своей натуре перфекционист и хочу всегда добиться идеала во всем я могу делать красивые сайты но я могу общаться классно с клиентами могу продавать дорогие услуги я могу указывать качественный сервис но чтобы цены могли точно так же делать их надо очень много мучить и это очень длительный процесс вот а чтобы держать на уровне держать марку нужно очень много тратить сил ну плюс вот на хороших клиентов на хорошее обеспечение комфортная комфортная работа вот поэтому хочется завязать с одной стороны все получается завязано на мне в процессах да а с другой стороны раз это завязано на мне значит это должен давать какой-то хороший эффект чтобы не распыляться поэтому я сейчас пробую те варианты где этот эффект максимально дает отдачу и попробовать делать это то есть можно заниматься комплексно вот как у меня на сайте я продумывал этот момент до комплексной работой с повышением прибыльности проектов это и инфобизнес как консалтинг да как как сервис который можно оказывать это и тексты которые на данный момент на многих сайтах довольно-таки ужасные совершенно не продают и сам наверно это все знаешь это и те же интерфейсы это и то же продвижение и и все что приносит новую прибыль клиентам но вопрос в том что получается не все видят все грани этих процессов так кто-то сконцентрировал на чем-то одном юзабилити делаем классную юзабилити про все остальное забыли сделали классный сайт сделали классные тексты забыли о том что вообще нужно отвечать на телефонные звонки и как-то работать с клиентами которые уже звонят на готовый проект вот поэтому идея сейчас в том чтобы каким-то образом все это связать и показать клиентам у которых есть интернет-проекты если говорить о сложных услугах что нужно на все эти моменты смотреть в комплексе не только текстами только интерфейсы не только продажи не только сервис а вот все в комплексе да странной больше эффект вот такая идея и потому что вот еще один момент скажу что очень многие руководители с которыми я работала ну и вообще которых я видела друзья и партнеры да они не смотрят стратегически то есть они вот сегодня здесь и сейчас максимум день два максимум месяц то есть когда нужно платить людям зарплату а вот как дальше для чего это все куда мы идем чему стремится касательно вот индивидуального подхода и касательно различных клиентов анвайт типа есть наверное клиентов с которыми я встречалась если это крупный клиенту в основном его бизнесом руководить на руководитель какого-то но если говорить о сайтах да там руководитель проекта есть еще там маркетолог какой-то то есть ведущий который работает вот если говорить о собственник он принимает решения но чаще всего уже на наверное на последней стадии или на каких-то вот вы таких вот не в общем не совсем решающий в процесс идет вот с именно с этим человеком с руководителем или еще кто-то, хотя бизнес вроде бы как большой. И второй тип клиента, когда это собственно которому интересно, то есть когда он включается весь процесс, когда он все остальные дела отпадают на потом и работает именно с бизнесом вот здесь, конечно да, конечно интересно и сайты, и вопросы, и обучение, то есть возникает новый фактор как обучение основного клиента, когда вот в сложных услугах в принципе ее невозможно продать, не научив клиента, что такое юзабилити, что такое продающие тексты, как это все должно работать в комплексе, и здесь конечно вот так вот, но опять же здесь индивидуальный подход, личностная харизма, личностное какое-то общение, отношения, 24 часа на связи, но опять же тоже как приучишь клиента, если ты приучишь отвечать очень быстро, то многие жалуются, что клиенты им не отвечают, особенно это с иностранными заказчиками случается, когда оставляют какой-то там ТЗ, все делайте, делайте и что-то нужно делать, да, вот, мои клиенты, с которыми я работала, мне удавалось любого клиента приучить, чтобы он отвечал буквально там за час все вопросы, ну то есть давал в течение часа ответы на вопросы, и это ускоряло процесс разработки и давало хорошее качество результат, но опять же приучая вот таким образом, ты точно так же сам должен соответствовать таким критериям, ну и сам исполнять это все в срок, понятно, что тут такая степень ответственности и степень гарантии результата должна быть очень сильной, вот, в этом плане специфика с крупными проектами есть, то есть в сильные стороны, да, в частности мои, я работала во многих и компаниях, и сама, и создавала бизнес, и строила отделы продаж, и работала с командами, и много работаю со студентами в университете, то есть у меня так разнонаправленный спектр деятельности, вот, и, конечно же, хотелось бы это куда-то свернуть все воедино, потому что, когда идет энергия, ну, на разные, как бы, стороны, это, конечно, хорошо, но не дает вот такого мощного, знаешь, эффекта, который можно хорошо, ну, в общем, хорошо завернуть в красивую коробочку, и есть у меня этот уникальный, ценный опыт касательно проектирования самих интерфейсов, да, визабилити, как они должны продавать, как они должны быть устроены, какая специфика у тех или иных сайтов, да, на что обращать? Да, вот, мне, кстати, вот просто даже интересно, юзабилити, это вот именно, как, в сторону вот красивого оформления, то есть задача какая, именно, как, чтобы это было красиво, удобно, чтобы это продавало, то есть, ну, какие задачи обычно там? Ну, вот смотри, правильный вопрос, самый первый, самый начинающий, для того, чтобы вообще погрузиться в эту тему, да, мне нравится определение Лебедева, когда он говорит о дизайне, он говорит о том, что дизайн – это решение задач, то есть, юзабилити – это своеобразное решение какой-то определенной задачи, когда мы попадаем на сайт, мы, первое, должны понимать, что этот сайт нам предлагает, то есть, это как логотип, под логотипом какая-то деглайн, да, подпись или что-то еще, или что нам дает, что нам показывает, что этот сайт, чем он нам будет полезен. Вот, второй момент – это доступность контактной информации, и третий момент, ну, насколько я это вижу, это то целевое действие, которое ждет владелец сайта от клиента, попадающего на сайт. Вот эти три, наверное, ключевых момента, которые позволяют пользователю за 2-3 секунды понять, здесь ли он, помогут ли ему здесь, что-то он ли может решить, а клиенту целевое действие, которое сделает его пользователь, помогает достичь бизнес-цены. То есть, вот, основной момент юзабилити – это удобство для пользователя до такой степени, чтобы клиент решил свою бизнес-задачу. И непосредственно под удобство тогда уже подписываются все дорожки, все шаги, которые проходят пользователи по сайту. То есть, мы продумываем сценарии, какие пользователи, какие типы пользователей зайдут на этот сайт, что они могут сделать, что их зацепит, что им, ну, и в то же время подтягиваем под это, что нужно клиенту, какие бизнес-цели он хочет решать. То есть, вот, два таких пересечения дает нам понятие юзабилити, которое продает, так сказать. А обычно задачи какие? Ну, чтобы, не знаю, там, правильно как-то увидел какую-то форму, заполнил или что-то, то есть, что обычно? Да, 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 смотри, получается, если это сайт услуг, то, соответственно, увидел контакты, позвонил. Ну, это уже сам владелец бизнеса, сам говорит, что ему удобно. Если он хочет, например, чтобы человек заполнял форму, значит, целевое действие должна быть целевая форма. Подписка, новости, оставить мейл, где-то, ну, что-то еще, то есть, любое действие, которое скачать какой-то файл, зарегистрироваться, просмотреть что-то, посмотреть больше страниц, куда-то там зайти, то есть, все-все-все, вот это вот, все, что от него ждет владелец. Интернет-магазин, это, соответственно, корзина, это кнопка купить, либо это связь, связь телефона, оформление и прохождение всех стадий по цепочке оформления заказов. А какие-то хорошие книги на тему интерфейсов вообще есть? Ты знаешь, все собирается по крупицам, но все зарабатывается в опыте, потому что, ну, очень много, вот я работала с разными командами, и с нуля мы поднимали команды, строили, и я непосредственно занималась проектированием, и работая, и вот работая с командой разработчиков, все это делается на опыте, зарабатывают, набиваются шишки, что-то где-то читается, потом пытаемся применить, посмотреть, как оно сработает в тех или иных проектах. Проекты очень индивидуальные, да, если с ними работать и работать качественно, нужно смотреть на них индивидуально. Поэтому книги есть, но их большой спектр, нужно прочитать их все, все опробовать, и только после этого может получиться классное решение. Минимум год, по моим вот подсчетам, нужен. Это юзабилити ориентирована на проектировщиках в основном, да, на самом деле клиенту даже не нужно вообще об этом задумываться, потому что когда не эксперт принимает работу, тот же клиент и говорит, поставьте мне эту кнопочку там сюда, это сюда, вот мне так не нравится, он много нюансов не понимает, и зачастую, ну, хорошие студии не соглашаются делать так, как клиент, обучают его, поясняют ему, что не нужно делать и как нужно, как-то должно работать, да, а тем, кому уже все надоело, соглашаются, ладно, пусть будет так, и потом оно ничего не работает. Вот, то есть вопрос в том, что не юзабилити нужно клиенту, не сайт нужен клиенту. Когда мне звонят и говорят, мне нужен сайт, сделайте мне сайт, но на самом деле это не тот вопрос, на который нужно давать ответ, нужно понять, зачем человеку нужен сайт. И это первый вопрос, на который уже наши клиенты учатся отвечать, то есть потихонечку, потихонечку они уже начинают понимать. Если раньше сайт это был чисто имидж, вот есть там у кого-то или инвестор требует, сделайте сайт, то есть сегодня уже люди понимают, что сайт может им приносить деньги. И в этом основная суть, то есть человек, который принимает дизайн, он должен принимать решение задачи, он не должен принимать красивую картинку или же еще что-то, когда ему дают обоснованное решение его задачи, с которой он обратился, а, соответственно, он должен сформулировать эту задачу, он должен сформулировать цель, которую он ждет от своего сайта. После того, как она сформулирована, соответственно, он может принимать по критерию решена ли задача или не решена. Вот так вот. И от этого нужно строить всю систему работы. Поэтому, опять же, если говорить о книге по изобилии или еще что-то, нужно понимать, на какую целевую аудиторию она будет основана. Если это на проектировщиков, это одна ситуация. Если это как клиенту принимать дизайн, тогда, ну, на самого клиента, тогда здесь мне все-таки видится, нужно привязывать и к продажам, и к сервису, к маркетингу, и к текстам. Вот такая связка. Когда ты начинаешь строить непосредственно бизнес, то получается, ну, то есть не работать не в бизнесе, да, а над бизнесом, то есть строить команду, там уже приходится отказываться от своего умения, да, не будет хватать времени на то, чтобы, ну, если говорить, там, об организации компании или еще чего-то, то есть это все идет на управленческие процессы, на контроль результата, на обучение персонала и так далее. То есть в этом плане приходится выбирать, если что делать, либо учить, либо самому что-то делать. Слово дизайн больше как-то ассоциируется у людей, ну, просто с картинкой какой-то, картинки, что-то красивое. Это неправильная интерпретация английского дизайна, потому что там дизайн имеется в виду проектирование, ну, именно с английского переводя, у нас дизайн это одна картинка, поэтому люди мало понимают, что под дизайном подразумевается этап исследования предпроектного, потом этап проектирования, потом этап непосредственно, вот, проверка по сценариям юзабильности специалиста, настройка архитектуры, и только после этого, когда уже есть готовые черно-белые прототипы, то все раскрашивается по цветам, которые, ну, делается акцент, и дальше уже стараются. Ну, вот, вообще интересные, крупные компании какие-то, ну, не знаю, средние какие-то, малый бизнес, вот, что интересно? Ну, ты знаешь, лично мне, ну, нет разницы, мне главное, чтобы клиенту это дало ваш следующий толчок для роста, то есть, если компания вырастет, если она применяет эти рекомендации, начнет дальше расти, начнет дальше развиваться, то ее можно вырастить, грубо говоря, да, если человек готов к этому идти, если они готовы развиваться, потому что любое улучшение в сайт, ну, очень многие мелкие компании, почему они недостаточно привлекательны для работы, потому что они считают, вот мы сделали раз сайт, все, больше с ним не надо ничего делать. Это ошибочное мнение, потому что сайт, это как, ну, не знаю, как машина, как какое-то вот что-то, что нужно взращивать постоянно. Если делается хорошая база изначально, ее потом просто нужно дорабатывать, включать какие-то маркетинговые там мероприятия, всякие там программы, ну, все что угодно на этом сайте организовать, чтобы он дальше рост, развивался и приносил больше и больше. То есть, выжимать из него максимум, а не так, что мы сделали сайт, вот он у нас стоит, и все, и хорошо. Ничего не приносит или приносит какой-то минимум, и мы считаем, что больше нам с него и не получить. То есть, вот это вот мнение ошибочное. Если человек готов развиваться, готов расти, то можно работать и с любым клиентом, даже самым мелким. Вот. Потому что он может вырасти вместе с, ну, вместе с проектом. Как же, если он лучше станет продавать, он и станет средним, а потом крупным. Для многих даже оказывается так, что у них нет контактов на сайте, или нет кнопки купить. Им кажется, а почему у нас не покупают? Потому что нет кнопки купить. То есть, это такие, казалось бы, банальные вещи, но они посвечаются повсеместно. И вот, посмотрев на такие проекты, можно сразу дать тот совет, который им поднимет продажи, если они что-то изменят. Вот. Поэтому, с этой аудиторией. Ну да, попробуем с ними поработать. Обычно мы, когда работаем с клиентом, который, ну, вот только-только еще, либо знает, что он что-то хочет, сайт какой-то, да, либо еще не знает, то мы ему сами хотим предложить, то мы спрашиваем два блока вопросов. Первый блок вопросов связан с его именно бизнесом. То есть, что он ждет от сайта, как он вообще, как он настраивает. И второй момент, как он, как это все у него работает сейчас. То есть, что работает, что не работает, что он хочет изменить, что он хочет лучше, что он хочет добиться, ну, чего он хочет добиться от сайта. Вот. Ну и второй блок, это, понятно, технических вопросов, есть ли у него эксперты по продвижению, там уже программисты, которые поддерживают сайт, кто это все будет развивать, потому что мало только дать совет, сказать, ну, сделайте. А если ему некому воплотить, он в этом ничего не понимает, то есть это тоже будет той проблемой, чего нельзя советовать, да, то есть нужно на что-то другое обращать внимание. Если говорить о стратегии, тоже очень интересный, немаловажный вопрос, когда я говорю, что если мы сделали сайт, он не должен оставаться без движения, он должен работать, он должен, у человека должно быть владельцем сайта, должно быть понятие, как его развивать, то есть что делать таким шагом. Вот такой момент, понимаешь, нужно понимать ресурсы, нужно оценивать ресурсы, готов ли, если ты им говоришь, видео снять, если у них нет ресурсов на это, ну, действительно нет времени, все остальное, может быть, для них видео это не выход, нужно что-то другое делать, да, что-то более быстрое, что-то более простое. Или второй момент, написать им четкую стратегию, они просто не понимают, что делать, они понимают, зачем им это нужно, потому что если бы они осознали ценность, Я думаю, они переставили приоритеты и сделали акцент на это. Поэтому здесь им нужно писать ту же стратегию в таком черновике, в наброске, чтобы они могли даже ее аутсорсить. То есть они могли на фриланс или еще куда-то аутсорсить эти же статьи. Но когда они понимают, что им нужно формулировать ТЗ до этой статьи, что там должно быть прописано, как это делать, то это вызывает людей большой шок. Они чаще всего не видят день-два, месяц максимум все. А если есть такая четкая стратегия понимания, как развивать сайт, как с ним работать, что он должен делать, значит, она должна быть и просто она будет работать. Либо второй вариант, если они не готовы заниматься развитием сайта, то не делать его таким, чтобы он был постоянно обновляемым. Сделать его статичным, пусть он будет такой, это будет лучше, чем какая-то новость, которая висит полгода и новостей больше нет. Это же, понимаешь, копирование, посмотрели у кого-то новости. Ой, у нас новости. Зачастую новости вообще не нужны. Зачем они нужны с сайта, если они не обновляются, если это не какой-то новостной ресурс, но они порой не нужны клиентам. Опять же, исходим из бизнес-цели. Вы что хотите, чтобы ваш клиент пришел на вашу пользователь, пришел, почитал вашу новость, вы хотите, чтобы он купил, размещайте акценты по-другому, прячьте новости вообще на какую-нибудь дальнюю-дальнюю страницу, если они не обновляются. И давайте человеку делать целевое действие. Ну вот даже сейчас ты рассказываешь, в принципе, с одной стороны, простые вещи, с другой стороны, они вправляют мозг. Людям это нужно тоже проговаривать. Да, есть. На самом деле, даже очень продвинутые люди, предприниматели, которые вроде в интернете соображают, им полезно вот это вот слышать постоянно, чтобы им вот это вот говорили, какая цель, какая задача, чего вы хотите добиться. Ну то есть, вот даже я сейчас слушаю, оно, в принципе, как-то... Ну я тебе говорю, что нужно где-то год, чтобы это осознать. Вот не меньше года работы в этой сфере, постоянно общение, я же наблюдала, как растут даже проектировщики, аналитики, которые что-то делают, да, или ребят, которые приходили в продажи, с которыми я лично работала. То есть, меньше времени, быстрее сложно осознать. Ну это же всё просто. Контакты разместить и сделать их большими видными, сделать и там какие-то кнопки. Но это сложно, и ты прав, что нужно людям это постоянно-постоянно говорить, хотя это уже об этом говорят очень многие, но когда вот так немножко приходит это понимание, совсем по-другому начинаешь видеть. Опять же, тот же Лебедев говорит о том, что нужно, чтобы видеть, нужно смотреть, всё время смотреть, анализировать, искать ошибки. Потом всё больше видение расширяется. Расширяется видение того же дизайна, это тоже отличаются хорошие вещи от плохих и от работающих от неработающих. С президентом я уже общалась, ну, правда, на нашей стране, на всяких научных мероприятиях, а теперь осталось с ведущими бизнесменами пообщаться, Россия и вот и заобщаться. С президентом Украины, да? Да, я выиграла конкурс молодых учёных «Пути выхода из экономического кризиса». Мне вручили премию президентскую. И отправили мои все рекомендации в министерство. Ну, у меня много разных есть сфер, я же говорю, деятельности. Я занимаюсь вообще моделированием всю свою жизнь, наверное. Сначала я занималась моделированием в модельном бизнесе, потом я занималась моделированием экономических процессов, в частности, для поддержания нашей экономики, нашей страны, прогнозированием, различные математические алгоритмы использовала, очень сложные. Но работала в этом, потом пошла в бизнес, работала в бизнес-аналитике, на практике, и потом перешла в интернет-среду для того, чтобы там применить эти все знания. Поэтому консистенция этих знаний у меня довольно-таки широкая, и поэтому что-то выбрать одно представляет сложность такую. И как так, чтобы все направления и тот опыт, который есть, поддерживали ту сферу, которая будет выбрана? Вот нужно, наверное, посмотреть на это в комплексе, в системный подход применить для этого. Очень глубоко в этой сфере, например, как я, в интерфейсах, сайтах, продажах, в этом всем, то есть мне кажется, что там такие очевидные вещи. А когда начинаешь общаться с людьми, с которыми это не знают, им рассказываешь, открываешь глаза, говорят, потом становится понятно, что «Ого, это ты далеко ушел». Поэтому вот когда приходили ко мне, я обучала новых продажников, я им говорила, записывайте все свои впечатления первые о том, что я рассказываю, что это очень быстро забывается, и потом вы клиентам объясняете уже на совсем другом техническом языке. То есть это же вот так, вот это вот так, вот бизнес-цели, а люди не поймают, что такое бизнес-цели, а что такое целевые действия, а что такое сценарий пользователей. То есть обычные слова, и они потом где-то как-то теряются. Поэтому в этом плане, конечно, нужно опять себя поставить на место человека, который там ничего не знает. В простом языке, ну, это тоже у меня был свой путь к этому, потому что я пришла из науки в бизнес, и это такой путь мало кто проделывает, но из экономики, из науки, из такой очень серьезной, профессиональной, да. И когда я писала первые свои коммерческие предложения, какие-то письма или что-то еще, но у меня были такие закрученные фразы, что порой, то есть я написала до этого большое количество публикаций научных, вот, всякие монографии, все такое, диссертацию, и, естественно, совершенно с другим языком пришла. И это была достаточно большая проблема, чтобы переучиться и писать простыми предложениями в одну строчку, да, и не заворачивать их там в три, в четыре, в пять и так далее. Вот, в этом плане это целое искусство, как писать просто. Как говорил Черчилль, если мне пишут длинно, потому что коротко не было времени. Вот, точно так же я бы добавила, наверное, не совсем и времени, а еще и умения, потому что писать просто это, ну, дорогого стоит, чтобы тебя понимали.